Известная российская актриса Виктория Исакова и режиссер Юрий Мороз вместе уже более 20 лет. За это время они прошли через многое – период притирки, неприятия дочери Юрия, Дарьи Мороз. Эти трудности влюбленным удалось преодолеть довольно быстро. Главное испытание ожидало пару вскоре после свадьбы. В 2003 году у супругов родилась дочка, но прожила малышка всего три месяца. Мы столкнулись с проблемой, когда люди даже не знают, почему потеряли ребенка. Теряют до того, как понимают, что с ним произошло. Проблема состояла в некой генетической несовместимости. Потеря новорожденной дочери погрузила Викторию в депрессию. На несколько лет она замкнулась в себе. Ее спасла только работа и любящий муж. Виктория много лет мечтала стать мамой. «Только материнство способно дать женщине ощущение тотального счастья», – говорила она в одном из интервью. Наконец, мечта актрисы сбылась. 4 ноября 2015 года у Виктории и Юрия родилась дочь Варвара. В этом видео мы расскажем вам о непростой судьбе одной из самых популярных пар российского кино. Как они живут сейчас? Чем занимается их дочка Варвара? В каких отношениях сейчас находятся Виктория Исакова и Дарья Мороз? И в чем секрет их крепкой семьи? В начале сентября на курорте «Роза Хутор» в Сочи все взгляды были прикованы только к ним. Ведь эту пару редко встретишь на светских мероприятиях. На звездной дорожке позировали фотографом режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова. А компанию им составила старшая дочь Юрия Павловича – Дарья Мороз. А ведь когда-то дочь Юрия была категорически против того, чтобы ее папа встречался с Викторией Исаковой. В памяти была свежа рана. 27 февраля 2000 года погибла ее мама Марина Левтова. Отдых за городом обернулся трагедией, которая разделила жизнь на до и после. Друг семьи катал на снегоходе Дарью вместе с мамой, известной актрисой Мариной Левтовой. И случайно врезался в дерево. Марина погибла. Юрий Мороз с дочерью тяжело переживал потерю жены. Они остались одни друг у друга. Дарья позже призналась, что когда узнала о романе папы с Викторией, она жутко ревновала. Потеряв маму, она боялась потерять еще и отца. Боялась, что он отдалится от нее. Ей было сложно принять тот факт, что папа нашел женщину на 20 лет моложе себя. Хотя она и понимала, что папа молодой мужчина в самом расцвете сил. А жизнь продолжается. Первая любовь Виктории – высокий, статный, талантливый парень Саша Чижевский, с которым она познакомилась в ВУЗе, погиб под колесами автомобиля. Его сбила машина на Ленинградском проспекте. Виновного так и не нашли. После трагедии долгое время в жизни Виктории Саковой не находилось места для любви. Она с головой погрузилась в работу. Знакомство с Юрием Морозом перевернуло ее жизнь. Виктория и Юрий познакомились на съемках фильма «Каминская 2». «Я влюбилась мгновенно. Я просто почувствовала, что буду и дальше с этим человеком», – вспоминала то время Виктория Исакова. Главное испытание ожидала пару вскоре после свадьбы. В 2003 году у супругов родилась дочка, но прожила малышка всего три месяца. Потеря новорожденной дочери погрузила Викторию в депрессию. На несколько лет она замкнулась в себе. Ее спасла только работа и любящий муж. Виктория много лет мечтала стать мамой. Только материнство способно дать женщине ощущение тотального счастья, – говорила она в одном из интервью. Наконец, мечта актрисы сбылась. 4 ноября 2015 года у Виктории и Юрия родилась дочь Варвара. Новость о рождении дочери. Виктория и ее муж скрывали два года. Тайну раскрыла Дарья Мороз. Девочка появилась на свет после того, как супруги решили медицинскую проблему за границей. Виктория души не чает в наследнице. Актриса не часто балует своих подписчиков фотографиями Варвары. Мне не хотелось где-то публиковать ее снимки. Возможно, сказался наш первый печальный опыт. Страх за Варвару у меня не пропал, – поясняла актриса в одном из интервью. С появлением дочери Виктория, по ее словам, стала более терпимой и нежной. На самом деле, Варя меня питает. В ней столько энергии. Я рядом с ней понимаю, как я возрождаюсь. У нее очень мощная энергетика. Говорила актриса. Варя занимается фигурным катанием и учит иностранный язык. Варвара часто бывает в театре, наблюдая за работой мамы и за кулис. А в возрасте пяти лет девочка впервые попробовала себя в роли актрисы. Варя получила маленькую роль в сериале «Нежность». Девочке съемочный процесс очень понравился. Она была в восторге. А потом, когда устала, заявила маме. Я наигралась, когда уже пойдем домой. Это не игра, и люди здесь работают, и мы не уйдем, пока все не снимем, сказала строгая мама Виктория, которая, к слову, серьезно относится к своей работе и не позволяет себе хоть в чем-то подводить команду. К своим ролям актриса подходит с большой ответственностью и перфекционизмом. Например, для роли в фильме «Один вдох» актриса целый год занималась фридайвингом, научилась нырять без акваланга и задерживает дыхание под водой на две минуты. Виктории удалось наладить отношения с Дарьей Мороз. Теперь они большая дружная семья. Дочь Виктории и дочь Дарьи проводят много времени вместе. Играют и веселятся. После развода с Константином Богомоловым Дарья воспитывает дочь Аню одна. Несколько лет назад Виктория с мужем и дочерью переехали в загородный дом в Подмосковье. Актриса неожиданно для себя увлеклась огородом. Она стала выращивать овощи и фрукты. По словам Виктории, она обожает копаться в огороде. Секретом благополучия в семье Виктория считает умение принимать человека таким, какой он есть. Ни в коем случае нельзя пытаться изменить его. Мы прекрасно понимаем друг друга с полуслова, можем быть полезными, сделать что-то интересное. Но легко не бывает никогда, особенно в кино. Когда супруги работают над одной картиной вместе, Юрий и Виктория держат дистанцию. Во время съемок Исакова с мужем – на «вы» и называют его по имени-отчеству. Юрий Мороз всегда поддерживает любимую супругу. Виктория Исакова не раз отмечала, что именно в последние годы ощущает себя особенно счастливой. Актриса добилась успеха в профессии. Год у нее выходит по 5-6 больших проектов. У нее прекрасная семья, любящий муж и замечательная дочь. Мой муж принимает и любит меня такой, какая я есть. Юра часто балует меня неожиданными подарками. Он изобретательнее меня. Я никогда не знаю, что он мне подарит. Думаю, что успех наших отношений в том, что мы принимаем и слышим друг друга. И относимся к друг другу с уважением.